НЕДЕЛЯ ПРОЛЕТЕЛА Осторожно, браконьеры. В Пихемском районе задержаны мужчины, перевозившие мясо сибирских диких косуль. Шоколадная конфета или наркотики. В Красноярске изъяли крупную партию гашиша. Впрочем, обо всем по порядку. Сотрудники Следственного комитета сейчас выясняют обстоятельства гибели новорожденного ребенка. Трагедия произошла в селе Боенкол Кызыльского района. Во время совместного распития спиртного между супругами возникла ссора. В ходе нее 29-летний супруг нанес несколько ударов, в том числе кочергой по телу жены, у которой в этот момент на руках находился новорожденный сын. Ребенок умер от закрытой черепно-мозговой травмы через три дня. Следственными органами Следственного комитета России по республике Тыва в отношении 29-летнего ранее неоднократно суднимого жителя села Боенкол Кызыльского района возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации, этой причинении смерти по неосторожности. В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий. Проследование уголовного дела продолжается. В Кызыле полицейские задержали двоих молодых людей по подозрению в хищении чужого имущества. 21 октября около 18 часов во время патрулирования по городу инспекторы ДПС получили сообщение о том, что возле стадиона Хуреш избивают человека. На место вызова выехал наряд госавтоинспекции. На место вызова выехал наряд госавтоинспекции, который во время патрулирования территории национального парка задержал 18-летнего студента одного из СУЗов города Красноярска. При личном досмотре полицейские обнаружили и изъяли сотовый телефон. В ходе проверки сотрудники полиции установили, что 18-летний подозреваемый со своим 19-летним знакомым избили и украли у подростков сотовый телефон и часы. Сейчас в отношении молодых людей возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны. Расследование продолжается. Авария с трагичным исходом произошла на 10-м километре автодороги Чалкижик-Байхак. 34-летний мужчина, управляя автомашиной марки Toyota Premium, не справившись с управлением, совершила прокидывание. В результате ДТП с травмами различной степени тяжести в хирургическое отделение районной больницы доставлены двое пассажиров. 36-летняя женщина и 33-летний мужчина, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения. Наличие алкоголя в крови погибшего водителя будет установлено после экспертизы. Также установлено, что водитель машины не получал водительского удостоверения. В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. В минувшие выходные в республике зарегистрировано два наезда на пешехода. Первый случай произошел в поселке Каахем Кызыльского района. 56-летний водитель автомашины «Лада Веста», двигаясь по крайней левой полосе улицы Шахтерская, не уступил на так называемой «зебре пешеходу», вследствие чего допустил наезд на него. В результате ДТП с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и множественными переломами в травматологическое отделение республиканской больницы номер один города Кызыла был доставлен 32-летний пешеход. Еще одно серьезное ДТП с участием пешехода зарегистрировано в Чаахольском районе. 48-летний житель села Чаахоль, управляя машиной УАЗ, допустил наезд на двухлетнего ребенка, который пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода. Установлено, что в момент ДТП пострадавший находился на дороге с пятилетним братом. В результате происшествия в хирургическое отделение у Лукхемской больницы госпитализирован несовершеннолетний пешеход. Все обстоятельства данных аварий выясняют сотрудники следственных подразделений межмуниципальных отделов полиции. Сколько всего аварий с пострадавшими произошло за неделю, узнаем от сотрудников ГИБДД. Официальная сводка далее. С 15 по 21 октября в республике Тува зарегистрировано 53 дорожно-транспортных происшествия, в которых один человек погиб, семеро пострадали. За неделю в регионе инспекторы задержали 85 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Из них одна автоледи. Внимание! Впервые! Народные деньги объявляют акцию 10 на 10 за 10. За М10 тысяч на 10 дней переплата всего 10 рублей. Ты еще не был у нас? Самое время заглянуть в народные деньги. Такого еще не было. В Кызыльском районе на 14-м километре автодороги Р-257 село Оржан инспекторами ДПС была остановлена автомашина марки УАЗ. При досмотре салона и багажного отсека машины инспекторами были обнаружены и изъяты две разделанные туши сибирской дикой косули. Охотничий карабин марки ЛОСЬ-7 с оптическим прицелом, патроны в количестве 33 штук и два охотничьих ножа. Помимо 54-летнего водителя в салоне находился 28-летний пассажир. Полицейские установили, что мужчины перевозили мясо диких животных без каких-либо сопроводительных документов и разрешения на охоту. Разделанные туши косули и автомашины были изъяты. По данному факту дознавателям проводится проверка. Образцы изъятого мяса направлены на исследование, по результатам которого будет принято соответствующее процессуальное решение. Сядет в тюрьму из-за шоколада. В Красноярск под видом шоколадных конфет привезли крупную партию наркотика. Глядя на них с первого взгляда и не подумаешь ничего такого криминального. Вот оперативники на видео открывают спортивную сумку. В ней полиэтиленовый кулек в кульке на вид сладости в шуршащей яркой упаковке. Даже запечатаны как надо. Но внутри зеленовато-коричневые брикетики гашиша. Такую вот посылку перевозил 27-летний житель города Шарыпова. Молодой человек не ожидал, что бойцы наркоконтроля встретят его с поличным. Вес конфискованного наркотика составил 300 граммов. Установили полицейские и продавца гашиша. Ею оказалась 49-летняя жительница Тувы. У женщины нашли банковскую карту, на которую она получала деньги за проданный криминальный товар. Оба подозреваемых и продавец, и покупатель задержаны. Они могут провести в колонии до 20 лет каждый. Козел отправила. В чем наркотики упакованы были? В конфетиках. В конфетах? Угу. Пешеходы в России традиционно рассматриваются как жертвы, вечно страдающие от водительского произвола. Впрочем, у водителей накопились свои претензии к бесколесным участникам транспортного движения. Конечно. Управление ГИБДД Кызыла на постоянной основе проводит общегородское профилактическое мероприятие «Пешеход на дорогах столицы». Это хороший повод напомнить пешеходам о правилах безопасности дорожного движения. За переход улицы в неположенном месте сотрудники ГИБДД могут дать предупреждение или же оштрафовать пешеходов. Отметим, что за 9 месяцев текущего года в Туве около 1900 пешеходов нарушили правила. За 9 месяцев на территории города Кызыла зарегистрировано 187 наружно-транспортных происшествий, в котором 19 человек погибло и 243 человека получили ранения. Из них 54% – это наезды на пешеходов. Зарегистрировано 101 такое данное происшествие, в ходе которого 12 человек погибло и ранено 103 участника дорожного движения. На пешеходных переходах зарегистрировано 39 дорожно-транспортных происшествий. В дне пешеходного перехода 62. В основном наезды совершаются вне зоны пешеходного перехода. Традиционно при наезде на человека, шедшего по проезжей части, сразу обвиняют водителя. И это отчасти справедливо, ведь он управляет средством повышенной опасности и несет за это определенную ответственность. Однако на практике ДТП по вине пешехода случаются порядка 50% случаев. По данным ГИБДД ТУВЫ, за 9 месяцев 2018 года на территории республики зарегистрировано 150 дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездами на пешеходов. Из-за полученных травм погибли 25 бесколесых участников дорожного движения и 146 получили ранения. Из 150 наездов на пешеходов 103 совершены на территории города Кызыла. Каждый второй пешеход погиб. Уважаемые участники дорожного движения, будьте внимательны на дорогах. Помните, что любая неосторожность и несоблюдение правил дорожного движения ведет к трагическим последствиям. Частыми являются случаи, когда гражданам не хочется искать ближайший переход, либо у них нет на это времени. В спешке они перебегают дорогу в максимально удобном месте перед близко идущим транспортом. На втором месте находятся ситуации, когда граждане перебегают через дорогу на красный свет. Еще один случай, когда в ходе ремонтных работ место расположения зебры рабочие обычно переносят, а люди по привычке продолжают ходить по прежнему месту, что бывает опасно. На этом выпуск программы подошел к концу. Если что-то пропустили, смотрите ее на YouTube-канале «Товинская единая служба информации», а также в наших группах ВКонтакте. Напоминаю, вы тоже можете стать соавтором. Просто сообщайте о происшествиях по телефонам редакции или присылайте ваши материалы на адрес электронной почты. Теперь точно все. Берегите себя и своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин